Одиссей на острове Циклопов, Полифем, сокращение, перевод с древнегреческого Жуковского. Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов. Верных товарищей я на совет пригласил и сказал им, Все вы, товарищи верные, здесь без меня оставайтесь. Я же с моим кораблем и моими людьми, удаляся, сведать о том попытаюсь, какой там народ обитает, дикий ли, нравом свирепый, не знающий правды, или приветливый, богобоязненный, гостеприимный. Так я сказал и, вступив на корабль, повелел, чтоб за мною люди мои на него все взошли и канат отвязали. Люди взошли на корабль и, севши на лавку у весел, разом могучими веслами вспенили темные воды. К берегу близкому скоро, пристав с кораблем, мы открыли в крайнем у самого моря стоявшем у теси пещеру, густо одетую лавром пространную, где собирался мелкий во множестве скот. Там, высокой стеной из огромных грубо набросанных камней, был двор обведен, и стояли частым забором вокруг черноглавые дубы и сосны. Муж великанского роста в пещере той жил, одиноко пас он баранов, и косы ни с кем из других не водился. Был нелюдим, он свиреп, никакого не ведал закона, видом и ростом чудовищным, в страх приводя, он нисходен. Был с человеком, вкушающим хлеб, и казался лесистой дикой вершиной горы, над другими воздвигшейся грозно. Спутником верным моим повелел я остаться на бреге, близ корабля, и его строжить неусыпно. С собой же, взявшие двенадцать надежных и самых отважных, пошел я с ними, и мы запаслися вина драгоценного полным мехом. Шагом поспешным к пещере приблизились мы, но его в ней не было. Косы баранов он пас на лугу недалеком. Начали все мы в пещере пространной осматривать. Много было сыров в тростниковых корзинах. В отдельных закутах заперты были козлята, барашки. По возрастам разным в порядке. Там размещенные старшие, со старшими средние, подли средних и с младшими младшие. Ведра и чаши были до самых краев налиты простоквашей густою. Спутники стали меня убеждать, чтобы, запасшись сырами, боли я в страшной пещере не медлил, чтобы все мы скорее взявшие в закутах от бурных козлят и барашков с добычей нашей на быстрый корабль убежали, в море пустились. Я на беду отказался полезный совет их исполнить. Видеть его мне хотелось в надежде, что нас, угостивший, даст нам подарок, но встретиться с ним не на радость нам было. И яркий огонь разложив, совершили мы жертву. Добывши сыру, потом и насытив свой голод, остались в пещере. Ждать, чтоб со стадом в нее возвратился хозяин. И скоро, сношуя дров для варенья вечерней пищей, явился он и со стуком на землю дрова перед входом пещеры бросил. Объятые страхом, мы спрятались в угол. Пригнавши стадо откормленных коз и волнистых баранов к пещере, маток в нее он впустил, а самцов и козлов и баранов, прежде от них отделив, на дворе перед входом оставил. Кончив, чтоб вход заградить несказанно великой земли, он камень, который двадцать два воза, четыре колесных с места б не сдвинули, поднял. Подобен в скале необъятный был он, его подхвативший, и вход им пещеры задвинув, сел он и маток доить принялся над лежащим порядком. Коз и овец, подаив же, под каждую матку ее он клал сосуна. Половину отлив молока в плите ницы, в них он оставил его, чтоб оно огустело для сыра. Все ж молоко остальное разлил по сосудам, чтоб после пить по утрам или за ужином, спажить из стада пригнавши. Кончив заботливым спехом работу свою, наконец он яркий огонь разложил нас, увидел и грубо сказал нам. Странники, кто вы? Откуда пришли водяной дорогой? Делали какой вас? Или без дела скитаетесь всюду? Взад и вперед по морям, когда бычники вольные мчася, жизнью грая своей беды, приключая народом. Так он сказал нам, у каждого замерло милое сердце, голос гремящий и образ чудовища втрепет привел нас. Но, ободрясь напоследок, ответствовал так я циклопу. Все мы, ахейцы, плывем от далекие трое. Сюда же бурю нас принесло по волнам беспредельного моря. В милую землю отцов, возвращаясь, с прямого пути мы сбились. Так было, конечно, угодно могучему Зевсу. Служим мы войске от рида царя Агамемнона. Он же всех земнородных людей превзошел несказанную славой. Город, великий разрушив и много врагов остребивши, Ныне, коленом припавши твоим, мы и тебя умоляем нас, бесприютных, К себе дружелюбно принять и подарок дать нам, Каким завсегда на прощание гостей наделяют. Ты же убойся богов, мы пришельцы, мы ищем покрова. Мстит за пришельцев, отверженных строго небесный. Крани он, бог гостелюбец священного странника, вождь и заступник. Так я сказал, с неописанной злостью циклоп отвечал мне, Видно, что ты издалека или вовсе безумен, пришелец, Если мог вздумать, что я побоюсь или уважу бессмертных. Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих ваших блаженных богах. Мы породы их всех знаменитей. Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит вас пощадить. Поступлю я, как мне самому-то угодно. Ты же теперь мне скажи, где корабль, на котором пришли вы к нам. Далеко ли? Или близко отсюда стоит он? То ведать должен я. Так искушая, он хитро спросил. Остерегшись хитрыми, сам я словами ответствовал злому циклопу. Бог Посейдон, колебатель земли, мой корабль уничтожил, Бросив его недалеко от здешнего брега на камни, мыса Крутого, И бурное море обломки умчало. Мне ж и со мною немногим от смерти спастись удалося. Так я сказал, и ответа не дав никакого, он быстро прянул, Как бешеный зверь, огромные вытянув руки, разом между нами двоих, Как щенят, подхватило ударил озимь. Их череп разбился, обрызгал мозгом пещеру. Он же обоих рассекши на части, из них свой ужасный ужин состряпал, И жадно, как лев, разъяряемый, гладом съел их, Ни кости, ни мяса, куска, ни утроп не оставив. Мы, святотатного дела свидетели, О руки со стоном, где ее отцу подымали, Наш ум помутился от скорби, Чрево наполвив свое человеческим мясом и свежим, Страшную пищу запив молоком, Людоед беззаботно между козлов и баранов, На голой земле растянулся. Тут подошел я к нему с дерзновенным намерением сердца, Острый свой меч, обнаживший чудовищу, Мстящую медью тяло в том месте пронзить, Где под грудью находится печень. Меч мой уж был занесен, Но и иное на мысли пришло мне. С ним неизбежно и нас бы постигла верная гибель. Все совокупно, все совокупно мы были б не в силах От входа пещеры слабую нашей рукою Тяжелой скалы отодвинуть. С трепетым сердцем мы ждали явление божественной Эос. Вышел из мрака, молодая, с перстами и пурпурными Эос. Встал он, огонь разложил. И доить принялся по порядку косый овец. Подоив же, под каждую матку ее он клал сосуна. Окончив заботливым успехом работу, Снова из нас он покидел двоих на ужасную пищу. Съев их он выгнал в шумящие стадо с темной пещеры, Мощной рукой оттолкнувший утес. Приворотный. Им двери снова он запер, как легкую кровлю и колчан запирают. Свистом погнал он на горное пастбище тучное стадо. Я аж в заключении оставленный начал выдумывать средства, Как бы врагу отомстить и молил о защите паладу. А вот что, размыслив, нашел, наконец, я удобным и верным. В козьей закуте стояла дубина циклопова, Свежий ствол им обрубленный масляной дикой. Его он очистив. Сухнуть поставил в закуту, Что после гулять с ним. Подобен нам показался он мачте, Какая на многовесельном. С грузом товаров море, Обтекающим судне бывает. Был он, конечно, как мачта. Длинной, Длиной, толщиной, весом. Взявший тот ствол, И мечом от него отрубивший три локтя, Выгладить чисто от трубок велел я товарищем. Скоро выглажен был он, Своей рукою его застрил я. После, обжегший на уголях острый конец, Мы поспешно кол, приготовленный к делу, Зарыли в навозе, Который кучей огромной набросан был В смрадной пещере циклопа. Кончив, своих пригласил я сопутников. Жребий, Жребий кинуть, Кто между ними колом обожженным Поможет пронзить мне глаз людоеду, Как скоро глубокому сну он предастся. Жребий дал четырех мне самых надежных, Которых сам бы я выбрал, И к ним я пристал не по жребью пятый. Вечером, жирное стадо гоня, Людоед возвратился, Но, отворивши пещеру, В нее он уж полное стадо ввел, Не оставив на внешнем дворе Ни козла, ни барана. Было ли в нем подозрение, Или демон его надоумил? Снова пещеру задвинул скалой, Необъятно тяжелой. Сел он, и маток доить принялся Надлежащим порядком. Косо овец, подоив же под каждую матку ее, Он клал сосуна, И, окончив работу, Рукой беспощадной снова Двоих он из нас подхватил, И по-прежнему съел их. Тут подошел я отважно, И речь обратил к людоеду, Полную чашу вина, Золотого ему предлагая. Выпей циклоп, Золотого вина, Человечьим насытись мясом, Узнаешь, какой драгоценный напиток На нашем был корабле. Для тебя его сохранил, Уповая милость в тебе обрести, Но свирепствуешь ты нестерпимо. Кто же вперед, Беспощадный, Тебя посетит, Из живущих многих людей, О твоих беззаконных поступках Услышав, Так говорил я, Взяв чашу, Ее сушил он наивкусным, Крепкий напиток ему показался. Другой попросил он чаши, Налей мне, Сказал он еще, И свое назови мне имя, Чтоб мог приготовить тебе Я приличный подарок. Есть и у нас, У циклопов, Роскошных кистей винограда, Полные лозы, И сам их кранион дождем Оплаждает твой же напиток, Амбрузия чистая с некоторым сладким. Двадцать один часов, Так он сказал, И другую я чашу вином Искрометным налил. Еще попросил он, И третью безумцу я подал. Стало шуметь огневое вино В голове Людоеда, И обратился к нему С обольсительно сладкую речью. Славное имя мое ты, Циклоп, любопытствуешь Сведать с тем, Чтоб меня угостить. Угостив и обычный Мне сделать подарок, Я называюсь никто. Мне такое название Дали мать и отец и товарищи. Так все меня величают. Злобной насмешкой Мне отвечал Людоед, Зверонравный. Знаешь же никто, Мой любезный, Что будешь ты самый последний, Съеден, Когда я разделаюсь с прочими. Вот мой подарок. Тут повалился он Надзнич, Совсем опьянелый, И набок свисла Могучая шея, И все побеждающие Силой сон овладелы. Кол свой достав, Мы его острием На огонь положили. Тотчас зардел он, Тогда я товарищей Выбранных кликнув Их ободрил, Чтоб со мною Решительно были В опасном деле. Уже начинал Положенный На уголье Кол наш. Пламя давать, Разгоревшись, Хотя и сырой был, Поспешно вынул Его из огня Я. Товарищи смело С обоих Стали боков, Божество в них, Конечно, Вложил отважность. Кол Обхватили они, Его острием Раскаленным Втиснули Спящему в глаз, И с конца Приподнявши Его я начал Вертеть, Как вертит Буровом Корабельный Строитель. Толстую доску Пронзая, Другие Ему помогают, Ремнями Острый Бурав Обращая, И в доску Грызаясь Вяжит он. Так мы Его с двух Богов, Обхвативши Руками, Проворно Кол свой Вертели В пронзенном Глазу. Облился Он горячей Кровью, Истлели Лесницы Шершавые, Вспыхнули Брови, И облако Лопнуло, А выбрызгнул Глаз На огне, Зашипевши Так Расторопный Кабач, Изготовив Топор Ильсикиру В воду Металл На огне, Раскаливший Его, Что вдвойную Крепость Имел. Погружает, И звонко Шипит он В холодной Влаге. Так Глаз Зашипел Остреем Раскаленным Пронзенный. Дико Завыл Людоед Застонала Твоя Пещера. Страхи Мы кинулись Прочь С несказанной Свирепостью, Вырвав Кол из Пронзенного Глаза, Облитый Кипучей Кровью. Сильной Рукою От себя Он его Отшвырнул. Выступление Начал он Криком Циклопов Звать Обитавших В глубоких Гротах О крест И на горных Лапзаемых Ветром Вершинах. Громкие Вопли Услышав Отсюду Сбежались Циклопы. В ход Обступили Пещеры Они Спросили Зачем Ты Созвал Нас Всех Полифем Что Случилось На Что Ты Сладкий Наш Сон И Спокойствие Ночи Божественное Прервал Косли Твоих Баранов Кто Дерзко Похитил Иль Сам Ты Гибнешь Но Кто Ж Тебя Здесь Обманом Иль Силой Губит Им Отвечал Он Из Темной Пещеры Отчаянно Диким Ревом Никто Но Своей Я Плошностью Гибну Никто Бы Силой Не Мог Повредить Мне В сердцах Закричали Циклопы Если Никто Для Чего Один Так Ревешь Ты Но Если Болен То Волен Эта Зевеса Ее Не Избегнешь В помощь Отца Своего Призови Посейдона Владыку Так Говорили Они Удаляясь Во Мне Же Смеялось Сердце Что Вымыслом Имени Всех Мне Спасти Удалося Ох И Тяжко С Кряхтением И Стоном Ошарив Руками Стены Циклоп Отодвинул От входа Скалу Перед Нею Сел Огромный Вытянул Руки Надеясь Что В стаде Мимо Его Проходящим Нас Всех Переловит Конечно Думал Свирепый Глубец Что И я Был Как Он Безрассудка Я Осторожным Умом Вымышлял И Обдумывал Средства Как бы Себя И Товарищей Бодрых Избавить От верной Гибели Многие Хитрости Разные Способы Тщетно Мыслям Моим Представлялись Обедствие Было Уж Близко Вот Что Подуманье Долгом Удобнейшим Мне Показалось Были Бараны Большие Покрытые Длинной Шерстью Жирные Мощные В стаде Руну Их Как шелк Волновалось Я Потихоньку Сплетенными Крепкими Лыками Вырвав Их Из рогожи Служившей Постелью Злому Циклопу По три Барана Связал Человек Был Подвязан Под каждым Средним Другими Двумя По бокам Защищенный На каждой В трех Был один Из товарищей Наших А сам я Дебелый Рослый С роскошной Шерстью Был в стаде Баран Обхвативший Мягкую Спину Его Я повис На руках Под шершавым Брюхом А руки Вруно Несказанно Густой Впустив их Длинную Шерстью Обвил И на ней Терпеливо Светом Сердцем И ждали Явление Божественное Эус Стал Из брака Младая С перстами Пурпурными Эус К выходу Все побежали Самцы Козлы Бараны Маткиш Еще Недаенные Жалко Блеяли В закутах Брыжи Злинных Сосцов Молоком Господин Их От боли Ох Ощупал Руками У всех Пробегающих Мимо Пышной Спины Но Глупый Он был Угадать Не способен Что У иных Подволнистый Скрывался Грудью Последний Шел Мой Баран И медлительным Шагом Он шел Отягченный Длинную Шерстью И мной Размышлявшим В то время Многом Спину Ощупав Его С ним Циклоп Разговаривать Начал Ты Мой Прекрасный Любимец Зачем Же Пещеру Последний Ныне Покинул Ты Прежде Ленив И медлителен Не был Первый Всегда Величав Выступая На луг Выходил Ты Сладко Цветущей Травой Питаться Ты В полдень К потоку Первый Бежала У всех Впереди Возвращался В пещеру Вечером Ныне Ж Идешь Ты Последний Знать Чувствуешь Сам Ты Бедный Что Око Мое За Тобой Не Смотрит Лишь Он Я Светлого Зрения Гнусным Бродягую Здесь Он Вино Мне Ум Отуманил Его Называют Никто Но Еще Он Власти Моей Не Сбегнул Когда Б Мой Друг Говорить Ты Мог Ты Сказал Б Где Спрятался Враг Ненавистный Я Череп Вмиг Раздробил Бо Ему И Разбрызгал Бо Мозг По Пещере Озим Ударив Его И На Части Раздернув Отмстил Бо Я За Обиду Какую Никто Злаковарный Разбойник Здесь Мне Нанес Так Сказав Он Барана Пустил На Свободу Я Недалек От Входа Пещеры И Внешняя Ограда Первый Став На Ноги Путников Всех Отвязал И Немедля С ними Все Стадо Козлов Тонконогих И Жирных Баранов Собрал Обходами Многими Их Мы Погнали На Взморе К Нашему Судну И Сладко Товарищем Было Нас Встретить Гибели Верно Избегших Хотели О Милых Погибших Плакать Они Но Мигнув Им Глазами Что Плач Удержали Стадо Повелел Отойти Мне От Берега В море Хотелось Люди Мои Собрались И Севши На Лавках У Весел Разом Могучими Веслами Вспенили Темные Воды Но На Такое Отплыв Расстояние В каком Человечий Явственно Голос Доходит До нас Закричал Я Циклопу Слушай Циклоп Беспощадный Вперед Беззащитных Гостей Ты В гроте Глубоком Своем Не губи Не ешь Святотатным Делом Всегда На себя Навлекаем Мы Верную Гибель Ты Злочестивец Дерзнула Назямцев Твой дом Посетивших Зверски Сожрать Наказали Тебя Изевес И другие Боги Блаженные Так Я Сказал Он Ужасно Взбешенный Тяжкий Учез От Вершины Горы Отломил И С Размаха Нагло Скинул Утес Пролетевший Над Судном В пучину Рухнул Так Близко К нему Что Его Черноострого Носа Чуть Не Расшиб Сколых Сколыхалося Море От Падшей Громады Хлынув Большая Волна Побежала Стремительно К Брегу Схваченный Ею Обратно К Земле И Корабль Наш Помчался Продолжение Продолжение следует...